более аттрактив такой привлекательный чтобы люди больше подписывались то ждем очень вашей помощи поддержки кто-то специалист по телеграммам по smm да какие то есть у кого-то может рекламное агентство наш нас порекламировать или лидеры мнения которые могут нас порекламировать очень важно чтобы больше людей получали божественный свет становились счастливыми это моя сейчас миссия у меня новая миссия хочу чтобы в этом году в миллион человек стали счастливыми и наши уроки это часть этой реализации части этой миссии я увижу что вы уже стали намного счастливее прям вообще я стал главное я стал намного счастливее потому что то то что ты несешь людям да то что ты даешь людям одно тебе остается и когда ты несешь людям счастье то ты ты остается счастье когда ты это легко проверить вот выйдете на улицу начните людям там ругаться на них точно на вас сразу начнут ругаться начните нападать на вас начнут нападать начните улыбаться вам начнут улыбаться не сидите людям счастье получите ответ счастье как всегда работает хорошо значит сегодня 83 урок очень такой Он короткий, я взял короткий очень отрывок из Раваш Ломаруша, но он очень такой прям реально сконцентрированный. Вот бывают такие тексты, ты книжку читаешь, там 2-3 идей, которые прям переворот, а здесь сотни идей. И вот тут сегодня у нас отрывок такой «В мире нет места депрессии» называется. «В мире нет места депрессии». Хорошо, говорит он следующую вещь, и он с этого прям так и начинает, он начинает так. И это, и это один из сильнейших моментов в теме благодарности, то что он сейчас скажет. Как только человек вступает на путь благодарности, то есть говорит спасибо за все, за хорошее и дурное, у него нет больше уныния, нет падения, нет депрессии, и уж конечно он никогда не отчаивается. Почему? Давайте посмотрим. Вот, допустим, депрессия, клиническая депрессия, это уже какая-то яма такая, яма-яма, не дай бог никому в нее попасть. Но до вот этой клинической депрессии у человека есть, обычно человек не падает сразу в эту яму, да, то есть он, все процессы идут так более-менее постепенно. И в начале у него есть уныние такое, да, у него есть плохое настроение, ему все скучно, ему все не так, не то. И в итоге он может потерять ко всему интерес, и в итоге, бах, он в депрессии лежит на таблетках, смотрит в ковер там или в потолок, в подушку, и все, и не встает. Так, он говорит, давайте я вам объясню, как благодарность вытаскивает из этой депрессии. Почему благодарность не допускает падению в эту депрессию? Вначале рассмотрим, когда человек падает духом. Это бывает тогда, когда он недоволен своим духовным состоянием, чувствует, что ему плохо, и у него нет света в жизни. Света и жизненных сил. То есть, в Мишле есть тоже, в притчах есть посуд, по отрывок такой, что если руах, если дух человека будет упавший, так кто его поднимет, да? И получается, если духом он упадет, кто его поднимет? И там тоже есть еще, что вот когда дух падает, человек заболевает. А хорошее настроение и хорошие новости, они поднимают все силы организма. Вот не помню сейчас точно, как звучит этот отрывок, но смысл такой. Теперь, вот смотрите. Дальше он пишет. Поблагодарив Всевышнего за свое духовное состояние, человек обретает смирение, приводящее к истинной связи с ним. Падением просто не остается места в жизни. То есть, у него дух упал, да? Дух у него упал, и он такой, все, ничего не хочу. Все, ничего не хочу. И что нам предлагает Раф Шаламаруш? В этот момент поблагодарить Всевышнего за то, что у тебя упал дух. Как это работает? Вот, спасибо тебе, Всевышний, что я упал духом. Вот, спасибо тебе. Вот ты, значит, так я тебе благодарен за то, что вот ты именно решил. Это все от Всевышнего. Значит, это не у меня, не я упал духом. Это Всевышний решил. Я просто его благодарю за это, наблюдая за тем, знаете, как американские горки, когда ты летишь вниз, но ты знаешь, что потом ты полетишь вверх. И ты не расстраивайся по-настоящему. Также тут ты говоришь, спасибо тебе, что вот я такой упавший духом. Спасибо тебе за то, что я благодарен за то, что вот именно я здесь оказался. Интересно, что это здесь у меня на упавшем духом уровне. И ты как бы ты принимаешь, ты понимаешь, что это от Всевышнего. Так он предлагает нам действовать. Дальше. И в этот момент ты достигаешь смирения, приводящее к истинной связи со Всевышним. И падением не остается места в жизни. Так он говорит. Что в этот момент у тебя наступает настолько слияние со Всевышним. А Всевышний-то это и есть сила духа. Всевышний-то и есть вообще духовная сила человека. Всевышний-то наполнение всего. И когда ты не борешься и унынием закрываешь себя от Всевышнего, а ты благодарностью присоединяешься ко Всевышнему даже в момент падения духа, то он тебя наполняет. Это как айтидо такое. То есть ты как бы входишь в резонанс через благодарность и входишь в резонанс со Всевышним. Дальше он объясняет. Когда человек впадает в уныние, это вопрос. Когда человек впадает в уныние? Когда что-то выходит совсем не так, как ему хочется. Но если человек говорит спасибо за все, что у него не получается, он не только не придет в уныние, но будет радоваться происходящему и приближаться ко Всевышнему. То же самое. У человека в мышлении все время происходит сравнение с неким идеалом, который он бы хотел, чтобы был. То есть все мышление построено на неосознаваемом сравнении. И получается, человек говорит, ой, мне плохо. Почему он говорит, что мне плохо? Плохо же может быть только относительно хорошо. Значит, у него где-то есть идея, как оно должно было бы быть. И оно не так. И он говорит, мне плохо. То есть плохо не бывает просто плохо. Бывает, тебе как сейчас? Холодно. Холодно относительно тепло. Потому что если спросить, как температура сейчас, она там, например, может быть плюс 10, плюс 12. Плюс спроси человека. Знаете, как есть холодно? Когда Чуча покупал холодильник в советское время, был такой анекдот. И его спрашивают, зачем тебе холодильник, у тебя круглый год зима. Он говорит, так я в нем греюсь в холодильнике. Там всего плюс 4. Так я в плюс 4, это для меня очень теплая температура. Греюсь в нем. Точно так же плохо хорошо. Когда есть, ну и самая известная притча, когда еврейская, когда один был еврей, пришел он к раввину и говорит, все, я больше не могу так жить. У меня просто, ну вообще, условия жизни в жуть. И мы живем в одной деревянной таком доме с земляным полом. Я, жена, 6 детей, мама жены. И значит, мы все живем в одном доме. Все орут, болеют. Я не могу в дом зайти просто. Я убегаю, я просто убегаю. Равин говорит, а у тебя корова есть? Он говорит, есть. Он говорит, заведи корову, пусть она с вами поживет 3 дня. Тот, значит, завел еще корову в дом. Теща орет, дети орут, жена орет, корова орет, все орут. Он, значит, приходит к раввину, говорит, Рэба, вы хотите, чтобы я повесился? Ну вообще жуть какая-то, невозможно. Он говорит, а куры есть у тебя? Он говорит, куры есть. Он говорит, заведи 5 курей в дом тоже. Тут, говорит, Рэба, что за советы? Он говорит, я тебе говорю. В общем, он заводит 5 курей в дом еще. Там корова орет, куры прыгают. Дети орут, теща орет, все орут. Он вообще в ужасе. Прибегает к раввину, говорит, что делать? Он ему говорит, теперь корову. И корову, говорит, ай, интересно, у меня инстаграм вырубился. Первый раз за все время. Спасибо Всевышнему, инстаграм вырубился. Сейчас включу инстаграм. Это смешно. Сейчас включу инстаграм, фейсбук вырубится. Это почему-то так работает в последнее время, да. Что если я включаю инстаграм, фейсбук вырубается. Ну ладно. Тогда я фейсбук тоже перезаключил. В общем, с раввином было так. Он выгнал корову, козу и кур. И зашел в дом. И говорит, это рай. Просто когда жена, теща и дети. Относительно плюс корова, плюс куры. Это оказался ему рай. Поэтому все относительно. Сейчас я включу этот самый телеграм. Включу телеграм. Все, подключились. Это была тренировка. Это было тренировочное как раз упражнение. Учиться надо только на тренировках. Для того, чтобы вот этот вот момент нам осознать. Что человек впадает в уныние, когда что-то выходит совсем не так, как ему хочется. И если человек говорит спасибо за все, что у него не получается. Он не только не придет в уныние, но будет радоваться происходящему и приближаться ко Всевышнему. То есть, когда ты это делаешь в ситуации, когда что-то идет не так, как тебе хочется. Это и есть самая крутая тренировка. То есть, это и есть приближение ко Всевышнему на самом таком глубоком уровне. Когда ты свое «я» убираешь, а есть пертья вот такая очень красивая мечта, что делай его рацион, желание Всевышнего. Керри Ценхо, как ты делаешь свой рацион, как ты делаешь свое желание. Делай желание Всевышнего, как ты делаешь свое желание, чтобы он сделал твое желание, как его. То есть, ты вначале с ним сливаешься в резонансе, в его желании, выполняешь его заповеди, учишься, учишь Тору. То есть, ты соединяешься со Всевышним в том, что надо делать. И потом, когда ты что-то просишь, он выполняет твое желание, как свое. Вторая часть этой мечны, она как раз вот больше нам подходит сейчас. Там написано «Батель Рацунхо, мипне Рацюно, убери свой рацион, убери свое желание перед желанием Всевышнего. В У и в отеле Рацюнах и Рим, мипне Рацюнаха, и он уберет желание других перед твоим желанием». Что имеется в виду? Значит, как я могу убрать свое желание перед желанием Всевышнего? Реальность – это желание Всевышнего. Мое желание, как я хотел бы, чтобы было, это мое желание. Теперь, если мое желание не совпадает с реальностью, то у меня два варианта. Первый вариант – впасть в уныние, в злобу. Вот я хочу вот так, а оно не так. Что, почему это все не так, как я хочу? Это я начинаю воевать со Всевышним. И, как следствие, Всевышний же действует через реальность, и другие начинают воевать со мной. Теперь, если я говорю, я принимаю, спасибо Всевышний. Я принимаю, твоя воля важнее, чем моя. Реальность – это реальность. Я принимаю, спасибо тебе, это лучшее, что для меня могло бы быть. Спасибо тебе, я рад, что так. Я просто благодарен тебе за все, что есть. И в этот момент он убирает желание других перед тобой. То есть, у тебя нет ни с кем противоречия. А когда у тебя нет ни с кем противоречия, то тебе открывается сразу, ты как бы на волне, вот это вот, на серфинге. Ты поднимаешься на эту волну, и у тебя открывается совершенно новый вид, новые возможности, новая энергия. То есть, у тебя открывается совершенно другой уровень жизни. Вот так вот оно работает. И человек, который говорит спасибо за все, что у него не получается, он не только не придет в уныние, но будет радоваться происходящему и приближаться к Всевышнему. Ведь если человек благодарит за неудачи в духовном плане, значит, он принимает их с любовью, понимая, что не достоин больших духовных свершений. И надо радоваться даже самым скромным достижением. Его благодарность – это смирение, позволяющее обрести связь со Всевышним. Понятно, да? То есть, ты через принятие воли Всевышнего, даже если тебе эта воля не нравится, и именно если она тебе не нравится, вот это самый высший пилотаж. Ты убираешь свою волю перед Всевышним, это называется смирение. Ты в этот момент с ним соединяешься на самом глубоком уровне. И в этот момент тебя поднимают вообще в какие-то другие миры. Получается, а тот, кто раздражается, когда у него что-то не выходит в духовном плане, он гордец, поскольку мнит себя достойным большего, и это отдаляет его от Творца. То есть, в духовном плане человек говорит, ну, у меня не получается, там, то есть, все. А что ты думаешь, что у тебя должно получаться? Ты что думаешь, что ты какой-то суперсверх, там, человек, все? Это слишком, эта позиция гордеца. Спасибо Всевышнему, что дал мне, как помните, мы учили про простака в историях Раби Нахмана. Спасибо же, ты дал мне такой красивый башмак, он трехугольный. Ну, спасибо тебе, это мой башмак, который ты мне дал. Значит, получается, благодарность приближает человека к Всевышнему, и тогда ему легко попросить у Всевышнего помощи в дальнейшем продвижении. Теперь та же причина, которая прежде приводила к депрессии, побуждает его лишь радоваться и славить Всевышнего. Представляете? Та же причина, которая раньше, она его отдаляла от Всевышнего. Вот мне не нравится то, что происходит, и со мной все то, что происходит, и вокруг что происходит, и люди мне не нравятся. И Всевышний мне не нравится все, человек в депрессии. Теперь он говорит, спасибо, все, что происходит, спасибо тебе, спасибо, мне нравится, я благодарен, я принимаю. Это твоя воля, значит, ты же Бог, ты хочешь мне только добра, значит, надо оглядеться, осмотреться и посмотреть, значит, спасибо Всевышнему, что так. И в этот момент ты с ним соединяешься, и это тебя пробуждает. То, что раньше вводило человека в депрессию, и он терял силы. Вот смотрите, как работает. Вот, например, мы берем пустой стакан. Ну, да, пустой же стакан легко держать, легко держать. А если пустой стакан продержать час, а если два, все, рука немеет, ты уже не сможешь его держать. Получается, что мелкое недовольство, непринятие реальности, оно у человека забирает каждую секунду немного его духовных сил. То есть, непринятие сопротивления, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится. Это как будто бы мини-стресс такой, ты держишь этот стакан, и он у тебя забирает. Вот у меня уже чуть-чуть я его держу, пустой стакан, у меня уже рука затекла. А если я его буду так держать час, то у меня рука уже все, уйдет вся энергия, рука будет болеть, и все. То же самое неприятие реальности. Когда человек не принимает ее, когда он недоволен, то в этот момент он каждый раз, он создает вот это сопротивление, которое против него уже потом и работает. Теперь, однажды один из учеников Ешивы сказал мне в тоске, учитель, я все время усталый, у меня ничего не выходит. И я ответил ему, пишет Рав Шаламаруш, я хочу вот просто, чтобы мы его позицию изучили и поняли ее досконально. Значит, пришел ученик и говорит в тоске, я все время усталый, у меня ничего не выходит. Я отвечал ему, так скажи спасибо, скажи спасибо, вот так скажи спасибо, спасибо тебе Господи, что я устал, что я все время чувствую тяжесть и усталость. Не поддавайся разочарованию и подавленности, а скажи за все спасибо. Ведь все, что делает Всевышний к лучшему, не вини себя или свою жену, не ищи причин. Все с тобой происходящее от Всевышнего и все к твоему вечному благу, поэтому скажи. Спасибо тебе большое, Творец мира, ты знаешь, что делаешь. Ты сделал так? Хорошо, спасибо. Как уже говорилось в этом смирение, ты знаешь, что полученная тобой это милость, а недостающая тебе не положена. А что ты вдруг подумал, что тебе положено как-то по-другому? Ты что, Бог? Ты думаешь, что ты лучше знаешь, как миром управлять? Посредством благодарения ты приникаешь к Всевышнему и можешь с легкостью молиться и просить у Него снова, чтобы Он приблизил тебя еще больше, дал тебе силы и бодрость. То есть, когда ты принимаешь, убери свою волю перед Его волей, и Он уберет волю других перед твоей. Прими Его волю, да, сделай Его волю как свою, и Он выполнит твою волю как Его. То есть, вот этот вот момент, это как вот в Айтидо есть, что на тебя идет противник, и если ты не сопротивляешься, ты берешь и Его силу, и дальше Он куда-то улетел. Но со Всевышним Он никуда не улетит. Ты просто соединяешься со Всевышним, ты попадаешь в поток вот этой вот принятия радости силы, и ты на этом потоке потом оп-фух, и у тебя открываются какие-то у каждого свои возможности. Но ты уже идешь вместе, то есть, ты не против Всевышнего, ты вместе с Ним. Но первый этап – это благодарность и принятие. Теперь мы переходим ко второй книге – Хэппинес. Хэппинес – это американский подход к счастью, тоже религиозный. Это Рав, он раввин такой, да, Раби Зелек Плискин. Он очень известный раввин. Но он одновременно и раввин, и психолог, и он дает нам более конкретные инструменты, которые можно использовать вот ежедневно, опять же, для достижения. Мы уже изучили книгу про благодарность, сейчас мы изучаем книгу про счастье. Значит, сегодняшний урок называется Appreciate and Enjoy. Насколько мой английский мне позволяет, Appreciate – это тоже признание добра, да, то есть, это как gratitude. Вот я, честно говоря, если кто-то хорошо знает английский, мне напишет разницу между словами appreciate и grateful, gratitude. Вот я, честно говоря, тут немного не понимаю. Для меня это примерно одно и то же. Appreciate – это признавай, принимай, признавай, значит, appreciate. Appreciate – это, значит, он начинает так эту главу. У нас у всех есть очень много, за что мы должны благодарить и получать удовольствие каждый день нашей жизни. Но что останавливает нас от получения цени, а пришей – это цени. Спасибо, вот, да, цени. Вот, вот точно, это более правильно. Цени. Значит, цени и получай удовольствие. А пришей – это цени. Вот этим благодари, gratitude – это благодарность, а пришей – это цени. Все. Значит, у нас у всех есть много, что ценить и получать удовольствие, enjoy, every day, каждый день наших жизней. Но что нас останавливает? Значит, останавливает нас такая вот особенность человеческой психики. We are excited with new things. Мы excited – мы воодушевляемся, вдохновляемся новыми вещами. И мы фокусируемся на том, чего нам не хватает. Когда мы получаем то, что мы хотели, мы перестаем на этом фокусироваться. И опять мы переводим фокус внимания на то, чего у нас нет. И Тора об этом нам сказала, как раз царь Соломон об этом сказал, это мудрость царя Соломона. Тут написано, мудрецы сказали, они нас учили. Кто, у кого есть 100, хочет 200. У кого есть 200, хочет 400. И, с одной стороны, зачем Всевышний нам дал этот закон? Этот закон, который двигает мир. Это закон психики, который двигает мир вперед. То есть, человек все время ему не хватает. Но для самого человека это очень плохо. Потому что ему всегда не хватает, он чувствует себя обделенным. Поэтому я так думаю, что пускай мир двигает вперед другие люди. Которые не ходят на нашу роте. То есть, мы нормально же, мир двигается, двигается. То есть, мы уже хорошо поработали. Теперь нам, мы сконцентрированы на том, чтобы добавить в мир счастья. Счастья, благодарности, радости, духовности. И поэтому мы можем выйти из плена вот этого закона. Что если у тебя 100, ты хочешь 200. Если у тебя 200, ты хочешь 400. И этот закон психики, он делает человека несчастным. Но мы, так как мы уже знаем Тору, мы знаем знание от Бога. Мы переходим на другой уровень. А другой уровень, да, это благодарность за то, что я и вы. О, хорошо. Спасибо. Значит, натренируй свой мозг. Стать более осознанным за все, что ты можешь ценить. И получать удовольствие. То есть, нужно ум свой, да, натренировать именно. Потому что по умолчанию ты смотришь то, что тебе не хватает. А когда ты включаешь осознанность, ты его, как бы, начинаешь им управлять. Не то, что он сам по себе идет на автомате. А ты начинаешь им управлять. И ты его направляешь на то, что ты можешь ценить и получать удовольствие. Например, be mindful. Наполнись, как бы, осознай твою возможность видеть. Или твою возможность слышать. Be mindful. То есть, осознай свою возможность говорить. Или свою возможность ходить. Или свою возможность двигать рукой. Или поднимать, тянуть, поворачивать, давить. Или удерживать вещи какие-то, да. И если ты научишься переключать свое внимание на то, что ты можешь. И то, за что ты можешь ценить. То, что у тебя уже есть. Если ты научишься на это переключаться. Это трансформирует твою жизнь. И человек, который, он научился переключаться на то, что у него есть. Свой мозг, да. То есть, он управляет им. Он будет полон опришешен. Он будет ценить то, что есть. И получает огромное удовольствие. От множества, множества мыслей, картинок. И он перестанет создавать себе негативные ощущения. Негативные эмоции от того, что ему не хватает. То есть, ведь все очень-очень относительно, да. Он говорит, практикуйтесь. Практикуйтесь быть mindful. Быть осознанными по каждому своему чувству. И базовые возможности. Выберите на каждое чувство один день. Один день, например, радуйтесь тому, что вы видите. Что вы можете видеть. Отмечайте цвета. Отмечайте тени. Какие-то градации и так далее. Я сейчас вспомнил, когда его читал. Вспомнил исследование. Значит, Ельсти университет проводил огромное-огромное исследование. Значит, Лаура Сантос зовут эту профессора. Которая проводила исследование про счастье. Про счастье и про благополучие в жизни. И она выделила, что мозг по умолчанию делает человека несчастным. Она выделила все вот эти вот стремления, которые запрограммированы в нас обществом. И все эти стремления. Вот есть 100. Ну, всех можно описать. Есть 100, ты хочешь 200. Это все не насыщает. Ни деньги, ни вещи, ни оценки. Все стремления, которые установлены по умолчанию, делают человека несчастным. А то, к чему надо стремиться, люди к этому не стремятся. И это надо в себя включить. И вот одна из ее открытий, это называлось, что смаковать на русском переводе со слова. Это вообще не английское даже слово. Соверин, по-моему, она его на английском называла. Соверин. В общем, перевод такой смаковать. Она говорит, что делает человека счастливым. Это умение медленно наслаждаться теми вещами, которые ему приносят радость. Не проскативать их, а уметь смаковать, усиливать это наслаждение через очень замедленную остановку. То есть, например, вот то, что он здесь пишет. Наслаждайся тем, что ты можешь видеть. Расширь свое ощущение от радости, от этого. Наблюдай. Смотри. Следующий день. Слышать. Ты можешь слышать. Начни слушать. Услышь птиц. Услышь музыку. Послушай то, послушай это. В общем, каждый день выбирай что-то. И дальше, ну, в общем, он пишет, что ты можешь получать удовольствие от всего, что у тебя есть. Только нужно включить осознанность. И он говорит, представь, представь, насколько ты бы ценил и насколько ты бы чувствовал радость, удовлетворение, если бы от тех же вещей, которые у тебя есть сейчас, если бы ты их потерял, а потом вернул. Да? Насколько ты бы радовался. Он говорит, так зачем тебе это ждать, что ты это потеряешь? Радуйся уже сейчас. И, значит, добавь, он говорит, добавь еще духовную составляющую вопришещен, вот эту твою, да, то, что ты ценишь, что это все дифт, это все подарок from your loving father, от твоего любящего отца и царя царей, бога, творца и того, кто поддерживает существование вселенной. И цени его любовь к тебе, и цени, чувствуй любовь, и ты сам начни чувствовать любовь к тому, кто дает тебе все. То есть, если ты будешь включать вот эту свою осознанность на ту часть, которая у тебя уже есть, то ты наполнишь свою жизнь счастьем, джоем, удовольствием и радостью. Вот такой сегодня он нам дал совет, и я думаю, что каждый для себя что-то вынес полезное. Напишите для себя, какие вы сделали для себя, взяли уроки, какие для вас есть сейчас открытия, инсайты, и что вы собираетесь, как вы собираетесь это применять сегодня. И чтобы в заслугу того, что мы через благодарность присоединяемся ко Всевышнему, чтобы наступил шалом внутри, шалом вокруг и шалом в мире, чтобы мы с вами удостоились закончить, что закончатся все войны, и мы с вами будем праздновать, радоваться и танцевать. Что мы сейчас уже начнем радоваться и танцевать за то, что они уже заканчиваются. Ведь на все можно смотреть с разного ракурса. И чтобы видеть хорошее. Вот я знаю, что Дэн Дубравин, он взял хорошее, очень классное, когда-то читал его «Хорошие новости». Он все время ищет хорошие новости. Есть телеграм-канал, сделал Раф Мотал Гордон, канал «Надежды», тоже хорошие новости. То есть у нас есть вокруг выбор, на чем концентрироваться. Есть выбор или благодарить за то, что есть, или все время смотреть на то, чего нет, и расстраиваться, и впадать, не дай бог, в депрессии и так далее. Все, спасибо вам, что вы приходите на наш уроки. Спасибо, что вы изучаете благодарность. Спасибо, что вы благодарите. Спасибо, что вы помогаете платформе Вайкра расширять свои возможности. Спасибо, что вы участвуете и финансово, и делитесь, и помогаете. И советами вы можете инициировать любые проекты с Вайкра, потому что мы платформа, мы помогаем. Наша миссия – это усиливать сигнал тех, кто хотят взывать и распространять знания о Всевышнем. Поэтому welcome, присоединяйтесь. Все, всем удачи, успехов. С Божьей помощью встречаемся завтра. Счастливо, хорошего дня. Счастливо, хорошего дня.